Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Live и сразу же создаем в следующей серии нашего, короче, гибрида, хотел сказать, не, нашего сумчатого льва, родственника коалки и кенгуру, да, вот такая вот у нас тварь, очень он похож на то, что мы видим в Jurassic World The Game, ну, ничего бы тут было удивительного. Это существо активно по четвергам, у меня сегодня пятница, и это, короче, какая-то крыса-перерост, крыса-бабер-переросток. Очень вот такое вот немножко странное существо, да, с такими вот большими-большими резцами, резцами какого-то хомяка-грызуна, да, 117 скорость, удар такой себе, ну, это редкое существо, давайте сейчас мы прочитаем. Активно по четвергам, так как и саблезубые тигры, кстати, которых я еще пока не встретил. Не, не, саблезубые не по четвергам, по понедельникам, по-моему, ладно. Малая раздирающая атака, наносит 0.25, то есть это, короче, тема вот этих ударов, которые отнимают проценты жизни, в процентах они от абсолютка, от абсолютного значения силы удара, это тема вот этих кенезойских. Да, то есть 0.25, не 0.33, а 0.25 от максимального запаса. У этих носорогов было по 0.3. С3, но у него есть раздирающий таран, полжизни забирает, бронебойный удар, полжизни от максимального запаса здоровья, это просто жесть. Я представляю, что там саблезубый тигр сможет сделать, он, наверное, легендарный или эпический, эпический, скорее всего. Дальше есть опережающий удар засада, первый ход, шанс уклонения 50%, ну, на один ход, себя очищает и повышает санс критический удар, то есть он урона не имеет, но дает нам невидимость на один ход и очищение себя и шанс крита на следующий ход. Вот, и есть у него пассивочка, контратака четвертью удара, то есть он так, как бы, контратака слабовата, но вот этот один удар раздирающий урон, то есть полжизни от любого существа забирает, это просто имба какая-то, сквозь броню. По четвергам. Этот древний сумчатый хищник приходится родственникам современным кенгуру, квалам, а вовсе не львам, благодаря частично противопоставленным большим пальцам и мощным конечностям сумчатый лев отлично имеет карабкаться, но в смысле у него большой палец торчит так, как и у людей, в сторону, то есть не вперед, а в сторону. Ну, это, в принципе, у всех котов, у тигров тоже у них так, пальцы противопоставлены. Или он уж совсем, или он совсем там аж стоит, короче, смотрит, как у петухан в обратную сторону. Он поджидает жертву и бросается, но это я читал, короче, брони естественно нет, шанс крит, да, высокий. Давайте мы его подраконим. Так, ну вот этот палец, имеется ввиду противопоставленный, да, то есть он там не назад смотрит, а просто в сторону, ну, как у современных котов. Так, давайте что-то глянем тут, что у нас здесь есть по акциям. Ну, я все жду, вот никак акцию нам не дадут. Ну, может, я придется потратить баксы на усиление, вот эти, у меня есть усиление купленное, но пока что я их не тратил. Пока что не тратил. Так, так, давайте глянем на карту, что у меня тут есть за события. У меня есть два, две башни, вот есть такая редкая. Здесь какого, здесь два существа, ну, довольно мощные, то есть тогда давайте будем качать нашего сумчатого льва. Посмотрим, куда мы его сможем докачать. Я их там с десяток поймал. Их довольно много было на карте, ну, 1700 я наловил. Не знаю, уровень на десятый бы качнуться, было бы хорошо. Да, нормально, нормально, идем. Даже уровень 12-й, 14-й будет. 300. Блин, это реально такая тварь, она вот, даже если, вот, даже если ее взять слабого уровня, то она, в принципе, лишь бы, там, как говорится, смогла нанести один удар, и все, как бы, полжизни нет. Неплохая такая тварь. Ну, так, о, ну, и даже на 13-й уровень, ну, как раз, между 12-м и 14-м, ровно в середину попал. Так, вот так, показатели 2000 жизни, 400 урон. Ну, урон слабоват, конечно. Так, теперь давайте глянем, включим его в команду, 13-го уровня он у меня, да? Он у меня 13-го левела. Так, изменить. Давай, вот, вместо тебя сейчас, 13-го левела. 13-й, выходи. Вот. Вот он где. А еще я хотел, вот, наверное, давайте сейчас вместо... Вот тебе, я еще вот, качиваю, вот, эго, эдмонт, эгоанадонта, качаю. И, ну, процерата, наверное, сейчас я не качну. Давайте глянем, что у меня там по поводу процератомима. Процератомимчик, да, шустрая тварь, то есть, она, в общем, неплохие у него удары есть. Да, подмена обнуляющая, вообще, прикольная тема. Повторником активный. Так, а, ну, я могу, что, у меня нормально, то есть, у меня процер... Сколько мне там процератозавра? А, так, ну, нормально, я могу много их, много его прокачать. Много. Далеко могу его качнуть, это хорошо. В принципе, давайте будем идти. И идти вот сюда, будем сражаться. Кого взять? Давайте возьмем наших... Вот этих вот, ребят. Потом попробуем найти дружеский поединок, если фартанет. Так, ну, открываемся с него. Вау. Лютая... Лютый хомяк. Так, невидимость на один ход. Ух ты, прикольно крадется так. Так, ну, это у меня сейчас дважды атакует, получается. Но у нас есть контратака, но она очень слабая. А почему так мало? Так, ну, сейчас нам прилетает такой нормальный удар. А мы отвечаем шикарнейшим ударом. Не понял, почему... А, вот, это удар, то была контратака. Ух ты, прикольный удар был. А, ну, вот, если мы сейчас исчезнем, то мы просто контратака его добьем. Прикольная анимация сделана. Да, уклонился и добил. Молодец. Забавно. Но очень слабо, конечно, он как-то бьет. Удар слабоватый, его всего там 400 с копейками. Пол жизни снимаем. Вообще шикарно. А, еще и клетанул. Это великолепно, ребята. Давайте на процератика. А, это вообще урон наносит? Не наносит. А, вот, этот наносит, да. Вот, этот бьет больно. 900. А он 17 уровня, правда. Так, идем к дружбанам. Давайте попробуем Давид Рус вызвать. И монстр гейм. Может, кто-то из них ответит. Тогда мы, может, сможем посражаться. Да! Давид принял наш вызов. И, надеюсь, мне кошечка попадется. Так, у нас снова дружеский бой. Дружеский бой у нас... Блин, не успел подмениться. Черт поделуй. Так, Раптор, ты какой уровень скорость? Что это нам даст? Иммунитет, обнуляция, замена. Ладно, давайте не будем это делать тогда. Примем удар на себя. У Давида есть шанс. Ух ты, ё! Реабилитироваться, так сказать. Ах, ты ж гад такой. Ну, давай. Невидимость мы сейчас ему снимем. Да, ха-ха! Это два классных гибрида 26-го левела. Ах, ты ё! Пробил! Надо было подменяться, да. Да, его нужно добивать. О-о-о! Кританул-то как! Блин, обычный удар с обнулением идет. Классные ребята. Так. Он типа быстрее, да? Ну, давай так. Двойной урон нам по барабану, ха-ха! А, следующий слабый урон мы переживем как-нибудь. Так, теперь у него точно никого быстрее нет. И мы можем его вольнуть крепким ударчиком. Так, ну эта тварь добьет нас. Просто контратака плюс удар, наверное, нас добьет. О, оно 2800! Вот! Вот это было сильно. Так, давайте теперь столкнем двух братьев. Блин, хотя, наверное, зря. Могу проиграть. Я мог бы взять другое существо. Так, что у него там по ударам? А вот и все. Как-то слишком быстро Пуролит разобрался с Пуруставром. Но прикольно. Прикольно. Когда, да, такие существа, которых у тебя нету, высокого уровня, тут хопа и 26-го. Так, давайте вызовем монстр гейм. Он в прошлый раз не ответил, так что он уже... Давид уже два раза проиграл. Может расстроился. Прямо уже даже не онлайн. Не, появился онлайн. Все в порядке. Так, что у нас тут за противники? И награда, лишь одна преграда, мощный нодоп... Мощный нодопатозавра. Чего? Используйте свирепих животных, умеющих обходить щиты, разрушающие оборону. Контер-атаку могут здорово помочь. Так, ну давайте будем компоновать. То есть там простые, в принципе, существа. Ладно, хотя надо посмотреть, какие у них удары. Замедление, понятно. Замедление, понятно. Замедление, понятно. Зауроподы замедленятся. Так, тебя на кого подменить? Кстати, блин, ну вот он неплохо сюда заходит. У меня 20 уровня. А, ну кровотечение нам надо еще. Так, только кого я буду сейчас брать, даже не знаю. Так, так и так. Блин, вот так вот что ли? Блин, ну все классно подходят. Все хочется взять. Ну так будет надежнее. Так, когда мы подменяемся на него, он дает птеровекс... Что замена шанс уклонения 50% на три хода. А такое разве было? Нам-нам-нам-нам. Давайте начнем с него. Тардалазавр. А, он быстрее даже. Ничего себе. А какая у тебя скорость? Что ты прям такой шустрый? 115. Тут 109. Молодчинка. Вот так. Может даже добьет за два удара. А, не кританул. Не кританул. Да куда там замедлять нас уже? О! Вот это поворот. Не подменяется, нет? Да, я что-то как-то недооценил. То, что они все-таки очень высокого уровня. В принципе, после этого боя, если он меня замедлит, я подменюсь на птеровекса. А с другой стороны и не надо. Это короткая оборона 50%. Ну-ка, хана ему. И... Апатича, давайте мы сейчас как бы его закровоточим. А ну-о-о! А кровотечение типа не наложилось, да? Блин, ну печально ее. То есть я не... Кровотечение не наложилось, и следующий удар я не переживу. Ну-ка еще и критануло. Ничего себе! Трики быстрее, чем Апатич был. Это полтора урона было. Ну, тут как бы без вариантов. Апатич самый слабый. Это контратака и сам удар. Крит. Пятерочка. Ах ты! Не мог с первого раза так сделать. Ну, в общем-то, было довольно легко, ребятки. Новые динозавры радуют своими ударами, скажем так. Ну, не только динозавры. Кайнозойский, сумчатый лев. Тварь за... Прикольно. Не удалось нам его пока что протестировать. Но мы обязательно с ним встретимся в следующих частях, ребятки. А на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok